Как запомнить все на свете или как работает память? Мы часто на этом канале даем вам советы о том, как лучше запоминать информацию, но хотели бы сегодня поговорить с вами об этом немножко с другой стороны. Меня зовут Василиса Бродская, и я преподаю литературу в онлайн-школе Вэйбиум. Располагайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и переходите по ссылкам в описании, чтобы сдать ЕГЭ по литературе на 85+. Итак, как работает память или почему зубрёшка не работает? Когда мы с вами читаем текст и пытаемся дословно его запомнить, вбить или в голову, это то, как большинство пытается запомнить информацию. Чаще всего такой формат дает кратковременный эффект, но такой способ очень плохой, и называется он зубрёшка. Но, конечно же, всем 11-классникам хочется за день до экзамена выучить абсолютно все даты по истории или все формулы по физике. И для этого нужно, друзья мои, не зубрить, а знать, как работает память, и самое главное, как ей пользоваться. Запоминание включает в себя в первую очередь процесс понимания. Наш мозг создает нейронные связи, информация откладывается таким образом у нас в голове. И память наша, друзья, безгранична. Не бывает такого, чтобы мы, например, выучили одно стихотворение, и всё, для другого стихотворения места нет. Так что насчёт средств запоминания? Во многих роликах мы обсуждали с вами, что бывают аудиалы, визуалы и так далее. Но учёный утверждает, что способ запоминания всегда один, и это создание нейронной связи в мозгу. Но как создать эту нейронную связь? Самое главное, для мозга нужно сделать эту информацию интересной, и тогда он с радостью её запомнит. Соответственно, чтобы что-то быстро выучить и хорошо подготовиться к ЕГЭ, нужно помочь мозгу отделить важную информацию от того не скачаемого потока неважной информации, которая поступает в нашу голову каждую секунду. Существует такой термин «мнимотехника», и он включает в себя множество приёмов по запоминанию и усваиванию информации. Фундамент мнимотехники – ассоциация. Ну, давайте теперь поподробнее об ассоциациях. Ассоциация – это первое, что пришло вам в голову. И самое главное – создать такую ассоциацию, которая позволит вам как будто бы создать цепочку событий, и благодаря ассоциации вы выудите из головы нужную информацию. Второе. Ассоциация, как это ни странно, должна быть странной или абсурдной, чтобы ваш мозг такой «эээ, не понял» и очень хорошо это запомнил. Еще одно правило – ассоциация может быть смешной. Как правило, все, что первое нам приходит в голову, довольно забавное и нелепое. Ну и, наконец, последнее. Ассоциация должна быть о себе любимым. Пускай это будет какое-то понятие или явление, которое ассоциируется с чем-то именно у вас. И вот несколько названий техник, с помощью которых вы можете создать цепочку ассоциаций. Еще один лайфхак – как мы можем повлиять на мозг, чтобы он все запоминал. Это, конечно же, движение. Когда вы учите стихотворение или какие-нибудь слова по-английскому, ходите, двигайтесь, махайте руками, потому что по вашему организму начнет циркулировать кровь, и, конечно же, это ускорит запоминание. Также бывает полезно сменить обстановку. Если на улице не грустная пасмурная погода и дождь, то можно выйти во двор или прогуляться в парке, взять с собой учебник и вот в новой интересной обстановке на свежем воздухе сидеть и учить. Следующее – это спать и отвлекаться. Не стоит учить важную информацию за день или, еще хуже, в ночь перед экзаменом, потому что, вот как говорится, вам нужно с мыслью переспать. Когда вы ознакомились с какой-то информацией, и она у вас в голове вот появилась, вы ложитесь спать, бывало такое «на утро просыпаетесь, о, все помню». Если не будет такого момента отдыха в вашей интеллектуальной деятельности, то информация будет запоминаться очень плохо. Еще один странный, но довольно интересный прием – можно отвлекаться в процессе изучения чего-то, например, на запись грустных мыслей. Грустные мысли дают такой серьезный стимул нашему мозгу, и информация будет ассоциироваться у вас с чем-то таким для вас, может быть, болезненным, потрясающим, но самое главное – хоть что-то в голове отложится. Еще один пункт – это в те немножко экспрессии. Не стоит бездомно зазубривать слова. Ходите по комнате и громко произносите слова. Не стоит орать, просто произносите их четко, с чувством, с толком, с расстановкой. И тогда это точно отложится у вас в памяти, потому что правильная артикуляция, живое полновесное произношение точно поможет вам информацию понять, а когда вы ее поняли, вы точно ее сможете выучить. А вот еще интересный способ. Называется «Бросаться словами». Переписываем исходный текст на листок, но без первых букв в каждом слове. Конечно, в первое время придется подглядывать в оригинал, но чем больше вы будете пытаться вспоминать усеченные, урезанные слова, тем лучше они зафиксируются у вас в памяти. На самом деле, способов запоминать очень много. И важен, скорее, не сам метод, а то, что вы будете уверены в своих силах, в когнитивных своих способностях и хитростях своего мозга. Не забывайте, что количество затраченных на развитие мозга, на запоминание информации часов, в конце концов, перерастает в качество. Учите, тренируйтесь, развивайте память. А сейчас поставьте видео на паузу, вот прямо сейчас, и напишите, пожалуйста, в комментарии, обязательно напишите ваши способы запоминания информации. Это нам очень пригодится, потому что, пожалуй, весь интернет мы уже прошустили, и больше никаких способов не знаем. Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, не забывайте заглядывать к нам почаще, переходите по ссылкам в описании. Всем пока!